Парень, да, я точно знаю, сука, как достать соседу, сука, как... Тьфу, блять, как зумеры вообще слушают это говно. Я понимаю, что для многих включивших эти первые секунды могли быть шоком и вообще, возможно, оказали летальный исход, но таким мувом я хотел подготовить вас к погружению в ту калвую массу, которую создали российские разработчики и издатели, пытаясь струбить легких денег на волне хайпа, диалогии, как достать соседа австрийского производства. С вами Олег Бузов, это обещанный ролик про контрафактные версии игр «Как достать соседа». После выхода второй части в 2004 году триквела приключений Вуди и его соседа Мистера Ротвейлера не поступало в течение двух лет. В России права на издание игр серий были у ныне почившей компании «Русабит М» и... Я уж не знаю всех юридических тонкостей, каким образом удалось провернуть столь наглую кражу бренда «Как достать соседа», но спустя два с половиной года с выхода второй части на полках магазинов внезапно появилось нечто под названием «Как достать соседа 3» в офисе под издательством тех же «Русабитов». Невнимательные игроки, которые повелись чисто на названия, среди которых был и я в детстве, думая уже с обложки всё равно, поняли, что с игрой что-то не так. Персонажи стали отличаться внешне от своих старших собратьев из прошлых частей не в лучшую сторону, хоть и явно заметно, что их пытались изобразить в том же стиле. Но ладно обложка, что там с самой игрой? А сама игра выглядит как больной с пидом гидроцефал, родившийся на месяц 8 раньше срока в самой бедной зимбабвийской семье. Начнём с того, что игра частично перешла в 3D, причём такое 3D, что первые игры про Лару Крофту ссываются со смеху, глядя на здешний графон. Нет, б***ь, серьёзно, это просто ужас какой-то. Такое чувство, что разработчики даже гордились такими графическими решениями и специально придвинули камеру как можно ближе к персонажам, через микроскоп и по ту сторону линзы от нас бегают какие-то диковинные насекомые. Хотя сравнение с насекомыми, пожалуй, не самое правильное. Еб**ки здешних персонажей скорее напоминают каких-то гоблинов и дай вам боже, чтобы эта ху**а не приснилась сегодня ночью. Да и когда я сказал, что персонажи бегают по экрану, я тоже неверно выразился. Перемещаются эти у**ки так, как перемещался бы Андрей Петров после недели отсидки в КПЗ, а учитывая размеры локаций, где происходят действия всей игры, в какой-то момент это превращается в пытку. Реально, какой умник догадался сделать местный офис настолько огромным? Да и вообще, что происходит в этой игре? А понять это невозможно, так как никакого вступления и никакого погружения в контекст нет. Уже в самом первом обучающем уровне, вот этот интеллигент в синем пиджачке по имени Вадя, чувствуете, да, как наши ребята адаптировали заморское имя Вуди, то нальет спирта в кофе какому-то безымянному седому деду, то шнур от его компа вытащит из розетки, и после каждой такой вот подлянки где-то за кадром раздается смех какой-то толпы людей. Ладно мы, аудитория понимающая, какая серия игр выплюнула этот кусок, но не посвященный в события человек же вообще будет сидеть в а**у и с мыслями, чё это за дичь такая? И вопрос резонный, здесь плохо всё, визуальный стиль, повторяющийся уровень за уровнем один и тот же саундтрек, подлянки, которые нужно подстраивать, это тупая банальность, повсеместный пиксель-хантинг. Вот серьёзно, посмотрите на этот экран и скажите, что вам бросается в глаза, с чем здесь можно взаимодействовать помимо мусорки? С ящиками стола? Со стулом? Может с папками? А вот правильный ответ. Вот эта вот непонятная точка, которую невозможно разглядеть, это нафталин, и взять его можно только если навести мышку строго на него. Не на шкаф, а именно на этот чёрный прямоугольник, который меньше, чем Эльдар Джарахов. И таких примеров навалом. Я уж не буду говорить, что количество разнообразных ситуаций, на фоне которых происходит действие в игре, ничтожно малое. В большинстве случаев сосед только и делает, что ходит к боссу с документами, работает за компом, да иногда заглядывает коллеги, которая выглядит так, как будто въебала чего-то запрещённого, и ей строго п***юй на всё. Я, наверное, мог вообще ничего этого не рассказывать, и ограничиться одним предложением, чтобы стало всё предельно понятно. Как достать соседа 3 делала студия WZ Lab, ответственная за вырождение на свет таких мутантов, как ядерный титбит, невский титбит, и игра о романе Трехтенберге. Самое смешное, что есть в этой игре, находится не внутри игры, а в том факте, что это говно даже издавалось на западе. Правда, название «Как достать соседа» сменилось на новое «Пранкстерс», и под этой новой франшизой вышла ещё не одна игра. Почти что ровно год спустя, в 2007-м на полках появился младший брат этого коллеги, который получил название «Как достать соседа на отдыхе». По сюжету сосед, выхватив порцию пи***и от Вади в офисе, уехал вместе с коллегами в негий пансионат отдыхать. И знаете что? WZ Lab умудрилась спи***ить не только общую концепцию, но и сюжет из игры, в которой даже сюжета-то толком нет. Так нагло всё скопировать со второй части «Как достать соседа», где Ротвейлер колесил по странам, ища покоя после проделок Вуди в первой части, это ещё надо постараться. Плюсов здесь, к чести разработчиков, гораздо больше в сравнении с офисными приключениями. Взять хоть ту же камеру. Её отдалили на достаточно комфортное расстояние, и теперь не только арены разглядывать куда более удобно, но и графический страх не так бросается в глаза. Хотя и графику реально подтянули. Согласитесь, теперь окружение не выглядит, как вырезанные из камня куски говна, хотя персонажи до сих пор те ещё у***ки. И когда при прохождении первого уровня я уже был приятно удивлён, главный герой без моего повеления совершил следующий мув. Мда. Баги, конечно, никуда не делись, но в целом игра куда приятнее прошлой части. Арен стало несколько, и все они состоят максимум из двух этажей. Видимо, нашёлся кто-то адекватный, подсказавший, что этот муравейник, который был в прошлой части, ни к чему. Да и если бы уровни были нагружены лишней территорией, это было бы в минус ещё и по следующей причине. Что Вадя, что сосед здесь передвигаются настолько лениво, как будто они уже прохавали жизнь, и этот мир им абсолютно понятен. В общем-то, это и есть та причина, по которой играть в четвёртого соседа становится невыносимо тяжко в кратчайшие сроки. Из-за, мягко говоря, таких неспешных передвижений, из-за такой унылой музыки, которая убаюкивает игрока из раза в раз, приходится буквально бороться со сном и в прямом смысле закрывать глаза на, в принципе, неплохо нарисованные задники, которые подошли бы к какому-нибудь дачному телесериалу на канале Домашний. Они тупо не в состоянии вывести из транса, которая нагоняет сама игра. Масло в огонь подливает никуда не девшийся пиксель-хантинг, хотя уберите вы его, и по части ловушек останутся в принципе достаточно похорошевшие с прошлых частей пранки. В общем, как достать соседа на отдыхе, получилось реально лучше предыдущей, но играть в неё всё так же тяжело, хотя уже и немного по иным причинам. А ещё Вадя в углу экрана намекает, что же есть. Буквально за два месяца до этих испытаний в пансионате в жанр с двух ног врывается ещё одно наше издательство. Бука, выпустившая разработанной некой студией Астаргеймс, клон соседа под названием «Как достать студента? Переполох в общаге». Как это неудивительно, но студия No Name, не имевшая за душой вообще ни одной игры, во всяком случае, я не смог ничего найти. Может, это отпочковавшаяся студейка от какого-нибудь гиганта-хитмейкера типа Rockstar. Ну, в общем, такие вот ребята смогли сконструировать что-то более-менее удобоваримое. Ну как удобоваримое? Оно работает. В остальном же у игры такие же проблемы, как и у соседа на отдыхе. Только нам на протяжении 14 дней, когда главный герой будет доставать своего соседа по комнате в общаге, будет доступна только территория, собственно, общаги, которая от сюжета к сюжету всё разрастается и разрастается и разрастается. И в итоге мы получаем всё тот же муравейник, в котором, пока наша цель бродит где-то по верхним этажам, мы спокойно разгуливаем по нижним, абсолютно не боясь быть пойманными. Но здесь в придачу к огромной территории приплюсовывается проблема со скоростью игры. Еб***ь, персонажи перемещаются здесь. Я даже не знаю, дети реально быстрее рождаются, чем герои, переставляя свои ноги. Ещё и музыка на фоне душит и душит, душит и душит. Я боли унылого кала вообще в жизни не слышал, а любая колыбельная покажется на фоне здешнего саундтрека лютым драм-н-бейсом, способным Ленина поднять из мавзолея. В итоге последние уровни, где соседу нужно подстраивать с десяток пакостей, превращаются в настоящую еб***ю пытку, которая тянется почти что по 15 минут. Окей, давайте теперь подведём итоги временного этапа тупого копирования концепции, как достать соседа российскими разработчиками. Что мы имеем? Ужасный в техническом плане граничащий с термином трэш, как достать соседа 3, и абсолютно безликий и монотонный, как достать студента и как достать соседа 4. Неплохой результат. Идём дальше. Следующие эпохи, должен сразу заметить, могут проникать одна в другую по временной шкале, поэтому сразу сообщаю, что хронологические игры из разных эпох будут в неправильном порядке. Ну, это так, небольшое отступление. Итак, спустя почти что год, в ноябре 2008-го, Русабит издаёт пятую часть «Как достать соседа», которая получает подзаголовок «Из России с любовью». И обложка диска сразу радует нас отсутствием тех страшных ебаников из прошлой части, а вступление игры в кои-то веки радует нас адекватным введением в суть происходящего. Да ещё каким! Впервые в серии вообще игра демонстрирует нам какой-нибудь ролик с сюжетом, если не считать завершающую сценку в сиквеле оригинальной игры. И да, давайте закроем глаза на то, что это просто статичные картинки, поверх которых безымянный рассказчик поведает нам о том, как некая женщина на работе в госслужбе, задумавшись о своих женских делах, вписала своего мужа по имени Виктор Пулин, оценили имя, оценили внешность, в ряды российских спецагентов, стоящих на страже государства. Параллельно этому по секретным каналам поступила инфа, что из США в Россию матушку собираются отправить некоего своего агента, который будет вести неугодную нам деятельность. Поэтому Виктора Пулина, без каких-то разборок, проверок, откуда вообще появился этот человек, отправляют в Америку, в дом к этому вражескому шпиону по имени Арнольд Рубинштейн, который выглядит как ныне активный иной политический деятель США, что интересно и забавно, учитывая тот факт, что в 2008 он вроде как и не собирался еще становиться президентом. Как бы то ни было, ролик заканчивается тем, что Виктор сдесантировал у дома недруга и стал размышлять, как ему незаметно попасть в дом врага, но во время уже первого игрового уровня главный герой, сменив военную форму на какой-то адидас, не задается подобными вопросами, а тупо заходит через парадную, забив на все, а какой-то огромный амбал негр на охране даже и не обращает внимания на незваного гостя. Идея всего, что будет происходить в игре, это уничтожить нервную систему Рубинштейна, задезморалив его как шпиона, по старой схеме устраивая подлянки. При этом, почему бы просто не ебать неприятеля? Загадка. Уровни, как и персонажи в новой части, стали выглядеть какими-то пластилиновыми, обратите внимание. Да и передвигаются по ощущениям, как будто так же, с трудом отрывая ноги от пола и перемещаясь по сантиметру за шаг. Да, чуть ли не главная проблема прошлых неудачных частей, проблемы со скоростью перемещения, никуда не делась. Хотя казалось бы, новые разработчики из студии ГФИ даже проделали какую-то работу по улучшению оригинальной концепции и действительно, в пятой части соседа наблюдается положительная динамика. Так вот, например, после нескольких уровней в доме врага действие перемещается внезапно на личный самолет Дональда Арнольда и строить козни неприятелю приходится уже в небе. Столь необычной локации еще никогда не было. Ну, то есть у нас был теплоход во второй части, но самолет как место проведения событий в такой игре как-то интереснее, что ли. Да и при смене этих локаций разработчики не поскупились на какие-то сюжетные объяснения, каким образом главгерой следует за своей жертвой, что тоже вызывает уважение. И вот, прибыв в конце концов в российский отель, Рубинштейн достигает финальной точки своих приключений. Отель будет последним местом действия игры, и тут духота из-за медленных перемещений умножается на огромную территорию отеля, который стоит тут пустым и безлюдным практически все уровни, как будто его перенесли из сияния. А в итоге все возводится в степень суммы унылости приколов и отсутствие разнообразия в ситуативности происходящего. Арнольд только и делает, за редким исключением, что ходит в бар в подвале отеля, да тусуется у себя в номере. Короче... Мне тут весело вообще, да хуйня. А в финальном ролике в довершении всего узнается, что Рубинштейн это вообще не тот, кто нам был нужен, а обычный бизнесмен-турист, который приехал в Россию отдохнуть, а настоящего шпиона за две строчки текста просто обезвредили. Тогда почему так же не могли легко обезвредить Рубинштейна? К чему вообще вот это вот все было? Почему игра называется в конце концов как достать соседа, если Рубинштейном не то, что не сосед, а вообще живет на другом континенте? Имеется в виду сосед по полушарию, что ли? Ладно, до этого я даже не докапываюсь. Игра технически неплоха, визуально даже лучше, чем все предыдущие, хотя дорисованного оригинала, конечно, ей как школьный поварихи до Гордона Рамзи. Но я считаю своим долгом докопаться до самого геймплея, который должен быть динамичным, задорным, поднимающим настроение, а по итогу мы получаем как будто портированную из кнопочного телефона пародию на оригинального соседа. Серьезно. Само собой, на этом студия ГФИ не угомонилась. В сентябре уже 2011 года выходит игра как достать соседа каникулы олигарха, и все в такой же статичной заставке некий голос повествует нам с говором обычного русского деревенского мужика о том, как в какую-то задричинскую деревню въехал типичный новый русский из 90-х с красным пиджачком, мобилой, цепкой и с отвратительными манерами ебаного быдла наперевес. Такому гостю деревенские бабки оказались не рады, а все выходки приезжего купленная полиция только поддерживала. Спасти ситуацию вызвался местный Васян-работяга, который похож на плод любви Крэйзи Фрока и Навального, и помимо обычных пакостей в планы этого гения вошел пункт сжечь дом олигарха к х**ам, и я не шучу. То есть теперь мы вместо обыкновенного безобидного пакостника играем за настоящего отмороженного психоподжигателя, которому место в тюрьме. Кстати, олигарх здесь похож на актера Бурунова. Отличительной особенностью шестой игры в линейке стало то, что над головой у портрета соседа теперь не отображаются его мысли, зато чуть ли не четверть верхнего правого угла экрана заслоняет карта дома, в котором предстоит разбираться с противником. Дом, правда, потом заменится на пиротехнический завод, которым владеет сосед, куда он сбежит из своей виллы примерно в середине игры, но к подобным сменам декораций мы уже привыкли. Другой вопрос, удобна ли эта карта? Ну, скажем, с ней явно лучше, чем без нее, в условиях, когда ты даже не подозреваешь о том, что планирует делать недруг в ближайшие секунды. На мой взгляд, уж лучше бы оставили облачко с мыслями, потому что, когда карта прикипит к взгляду и перестанет казаться каким-то лишним нагромождением, то она превратится в настоящую имбу, которая практически не позволит попадаться на глаза к соседу в принципе. И раз уж я так много машнил на скорость передвижения персонажей в прошлых частях, то хочу сделать небольшой поклон разработчикам за то, что они хоть как-то ускорили местных людишек. Но, и даже исправив что-то одно, они рисуют другую проблему. Посмотрите, как передвигается здешний главный герой. Во-первых, почему он это делает в двух фпсах, скажите мне? Вот реально, это не игра лагает, это обыкновенные передвижения героя, только будто из анимации вырезали несколько кадров. Во-вторых, почему его походка так напоминает походку роботов из Босс Таун Дайнемикс? На пиротехническом заводе, к слову, у соседа в штате всего один работник, и вот здесь я реально был удивлен. Посмотрите, он вам никого не напоминает? Это ж мать его Майкл из GTA 5, причем игра вышла даже за два месяца до самого первого трейлера этой GTA 5, а в первом трейлере даже лицо Майкла толком не показывали, просто поразительно. Сначала Трамп, потом Майкл. Такое чувство, будто в студии ГФИ завелся какой-то экстрасенс, предсказывающий будущее. Жаль только, что он не сумел предсказать, что выпущенные ими игры будут таким говном. В целом, у Каникул Олигарха все те же проблемы. Неинтересные ловушки, которые порой вообще не ясно каким образом работают, пиксель-хантинг, отсосный визуальный пластилиновый стиль. Короче, мне кажется, что в этой части разработчики не то, что не старались, они как будто сделали, так сказать, Ксению Собчак, уродливую пародию на свои же не самые красивые оригиналы. Грустно, безидейно, безлико. И с 2011 года давайте вернемся немножечко назад, в 2009. Russobit M уже год как объединилась с компанией, которая в итоге разработала пятого и шестого соседов ГФИ и под совместной маркой и издала игру, о которой сейчас пойдет речь. Называется она «Как достать соседку полный гламур». Разработала ее отечественная студия Orion Games, печально известная таким экспериментирующим игрокам, каким был я, по проектам типа «Метро 2», «Метро 2. Смерть вождя», «Территория тьмы», «Метатрон», «Черная метка». То есть люди, более-менее шарящие за отечественный трэш, уже сейчас могли понять, что ничего хорошего ждать от очередной части серии и как достать не приходится. Другое дело, что все вышеупомянутые игры были шутерами от первого лица и что на новом поле смогут сделать трэшмейкеры из мира пострелушек большая загадка. Завязка игры нам с вами будет уже знакома. Как и в каникулах олигарха, в некий дачный поселок Тихий и Зори въезжает некая мадам на понтах по имени Ксюша и мешает жить честному народу. Кстати, не ху** здесь дачный поселок, да? Я даже загуглил, существует ли реально такой? И чуваки, оказалось, что существует даже два коттеджных поселка с таким названием. В 30 километрах от МКАДа и в 6 километрах от Ижевска. Рискну предположить, что действия игры разворачиваются в том, что ближе к Москве. Короче, главный герой Омеган по имени Митяй сразу приценил новую соседку, да только вот спереди ее еб***ла оказалась помесью морды Гадюки и Майкла Джексона, так что он, недолго думая, мириться с ее б***ким поведением не стал и вышел на тропу войны. И вот грузится первый уровень. Вот он грузится, грузится... Б***ь, ну игра быстрее установилась, чем грузится первый уровень. Ну чё? А, вот первый уровень загрузился, и мы оказываемся в абсолютно трехмерном доме, который выглядит как 3D-моделька какого-нибудь музея, сделанного в программе Planner 5D. Вся картинка пестрит какими-то розовыми цветами, как будто здесь живет журналистка, которую обматерил Киркоров в середине нулевых. Насколько удобен 3D-дом? На удивление не могу сказать, что это совсем паршиво сделано. Да, порой из-за пролета камеры невозможно разглядеть, что в шкафу, находящемуся у стены, можно порыться и отыскать что-то полезное, потому что этот шкаф тупо прячется за стеной, но такими моментами сплошь усыпаны все части, как достать соседа с тех пор, как они перестали разрабатываться австрийцами из Джо Вуд, так что не могу как-то сильно пенять на эту трехмерность. В остальном игра осталась ровно такой же, с теми же недостатками плюс-минус и по большому счету предъявить за что-то сверх того, за что я предъявлял прошлым частям, нельзя. Я бы даже сказал, что некоторые проблемы действительно были устранены здесь, правда, потом вернулись снова в каникулах олигарха. Опять же, если закрыть глаза на вырвеглазный розовый стиль местного жилища, хотя, с другой стороны, каким может быть еще дом, подобный светской львице, то в сухом остатке получится совершенно логичное и справедливое желание издателей вывести серию на какой-то новый уровень, привнести чего-то поистине инновационного, оставив тот же костяк. И в этом плане я считаю, как достать соседку удалось. Более того, я уверен, что останься оригинальный сосед на плаву и выходил он дальше через каждый год-два, наверное, в том же 2009 Джо Вуд и сами бы выпустили игру уже в подобном формате и, если не как полноценную часть серии, то как спин-офф чисто для того, чтобы прощупать почву. Да блин, вообще-то Русси Бит Эм именно так и поступили. Игра называется не как достать соседа, а как достать соседку, что выделяет ее из общей серии. И это ли не такой своего рода эксперимент? К сожалению, узнать, чем закончилось противостояние Митяя и Ксюши я сам лично не смог, так как на последнем уровне у меня стала крашиться игра. А посмотреть концовку на ютюбе... Ну хз, слишком п***й. Имхо в целом игра получилась крепким, таким среднячком, вот только общая цветовая гамма действительно отталкивает. Такое чувство, будто я играю в какую-то игру про ранеток. Хе, вол. Еще год спустя от тех же разработчиков и от тех же издателей вышла игра, которая пыталась жестко хайпануть сразу на именах двух тайтлов. И называлась она «Как достать принц Персии или жадный халиф?» Я не шучу, чуваки, реально принц Персии, господи. Хоть слово соседу брали, и на том спасибо. Если честно, то в эту часть я вообще особо не играл. Во-первых, я не играл в нее на момент выхода, а во-вторых, сейчас был уж очень сильно задушен вот этой вот горой подделок, поэтому погоняв в нее часок и дойдя до четвертого уровня, я не увидел каких-то прямо новых механик, кроме того, что мы, играя за какого-то Аладдина, сбегаем из тюрьмы и подстраиваем ловушки некоему халифу, попутно романс оттянок из его гарема. Интересно, кстати, что еще в 2007 году разработчики из некой студии Jam Games под издательством нового диска пытались перенести концепт игры как достать соседов в похожие 3D в своей личной разработке про коллектив юмористов ОСП и называлась игра 33 квадратных метра Война с соседями. Согласно тамошнему сюжету семья Звездуновых вписывается в участие в реалити-шоу, где им необходимо собственно до*** своих соседей и в конце они за это типа должны были получить квартиру. Выглядела игра для 2007 года жутко коряво. Уже на первом уровне игрока начинал душить настолько лютый пиксель-хантинг, что разработчикам, по-моему, даже неловко должно быть за это. Отличием от как достать соседов здешней ее интерпретации стало то, что эти самые соседи могут не замечать нас, даже когда управляемый нами персонаж находится в той же комнате, что и недруг. Нужно всего лишь не попадаться тому в поле его видения, которое ограничивается наверное расстоянием в 2 сантиметра и которое отображается полем на миникарте. Вот серьезно, все было плохо в этой игре. Управление, графика, шутки. Я дропнул уже на втором уровне, не выдержав этой мозгоюбки, но как же я был сильно удивлен, когда увидел, что этому говну на сайте ag.ru поставили аж 70 баллов, ровно столько же, как первой, как достать соседа. Впрочем, постскриптум самой рецензии немного приоткрывает завесу тайны, как же так получилось. Год спустя у войны с соседями появилось продолжение, которое получило название как достать квартиру и сюрприз-сюрприз это была абсолютно та же самая игра, в которую добавили 4 новых уровня. Нет, вы только оцените смекалочку. Они реально взяли ту же самую игру, сменили название и продали ее тем же самым людям второй раз. Да какая-нибудь беседа так со своим Скайримом недалеко ушла. В этот раз чемодан с баблом от нового диска не поступал, поэтому игра получила то, чего заслуживает и она, и первая часть. После рецензии в 200 слов стоит гордая отметка в 17%. Если выкинуть вот эти две игры про ОСП Студию, то получится, что две игры из этой выделенной эпохи, наверное, и являются самыми качественными из всех, как достать соседа клонов. Ну реально, в них есть хоть какая-то толика своего, какое-то желание сделать чуть-чуть более самостоятельное произведение. Эти две игры вроде как и технически сделаны неплохо, если не принимать в расчет фатальный краш на последнем уровне в игре про соседку, да и в совокупности всех игровых элементов это явно интереснее, чем то говно, что было раньше. Разумеется, это далеко от оригинала. Разумеется, это пи***ц, как далеко от оригинала, но если и нужно выбрать наилучшего из преемников оригинальной идеологии, то я выберу как раз как достать соседку и игру про принца Персии. Лол. Однако это никак не отменяет того факта, что эти две игры стали победителями в состязании мочи и говна. Однако рассказ о подделках на как достать соседа будет неполным, если я забуду об играх, которые изначально вообще создавались без оглядки на данную серию, но перекочевав к нам в страну, стали носить схожие названия из-за особого склада ума издателей. Взять, к примеру, игру Shoot the Chief, разработанную некими 4X Development. Как вы видите, по геймплею каким-нибудь как достать соседа здесь и не пахнет. Это типичный тир на вроде всем известного Мархухна, только с графикой из 1995 года, хотя на самом деле игра вышла в 2005, но наш издатель новый диск, выкупив права на распространение этой игры, стал продавать ее под названием «Как достать босса». Ход, конечно, хоть и не совсем честный, но логичный, ведь покупать подобную игру никто бы не стал, учитывая ее, прямо скажем, ху** внешнее состояние. А при условии, что игра рассказывает нам банальную историю офисного планктона, потерявшего в какой-то момент последний нерв и набросившегося на своего работодателя, да еще и проходится за 6 минут и я не преувеличиваю, это полное прохождение есть на моем левом канале, шансов на жизнь у этого тира было, скажем, прямо немного. Сами 4X, спустя год, кстати, немного проработав все игровые составляющие, выпустили игру с той же концепцией, но абсолютно другим названием Boss Hunter Revenge is Sweet. Насколько я понял, это была вторая их игра в принципе и она же и последняя. Boss Hunter включал в себя уже не 3 уровня, как было в предыдущей игре, а целых 12, хотя те 3 также присутствовали и здесь. Больше визуально ушел в какую-то мультяшность, нарастил сложности, арсенал оружия, которым игрок обстреливал босса, доводя того до ручки, а иногда вообще в корне менял геймплей, позволяя главному герою не просто передвигаться по сцене влево-вправо, а натурально бежать за боссом по гридорам офиса и рабочим кабинетом. Разумеется, это все равно не хватало, чтобы в 2006 году такая игра воспринималась серьезно. Что же делает новый диск? Да, гениально. Но все же надо признать, босса в этих двух играх мы действительно доставали, пусть и немного не тем методом. Зато то, как в плане такого вот принудительного ассимилирования новый диск переплюнул наш другой издатель полет-навигатора, надо вносить в учебники по маркетингу, я считаю. Игра Скулз Аут, которая у нас стала называться Достань директора, была разработана студией Маки Бэби Продакшн, с которой ничем, кроме этой игры, неизвестно. Хотя, по сути, совершенно справедливо неизвестно и с этой игрой. По здешнему сюжету главный герой это пи*** по имени Дерек, который одним прекрасным утром, пока родителей не было дома, получил письмо, полное разного рода ошибок, в котором уборщик из его школы по имени Злодеев Иван Иваныч, я уверен, в оригинале его звали как-то иначе, сообщает мальцу, что директор школы намеревается отправить родителям Дерека в конце семестра письмо, в котором будут оценки нашего героя, и что там явно не будет ничего хорошего. Тут же Злодеев предлагает этому двоечнику выход, Дерек приносит ему, а уборщик в обмен на это сообщает ему пароль от компа директора, и тогда он сможет оценки удалить. Короче, даже когда просто думаешь об этом бреде, голова начинает болеть, а здесь же на этом говне построена вся игра. Я понимаю, конечно, что в американских школах немного иная система образования, но неужели все оценки в единственном экземпляре хранятся исключительно в компьютере директора. Че это за бред? Еще большим бредом становится то, что этот юный долб начинает обносить хату, ворует какие-то кубки серебряные, чтобы накопить нужную сумму, и после туториала в доме начинается основная игровая часть. Здесь мы перемещаемся на территорию школы, где нам за 20 игровых дней придется раздобыть каким-то образом всю оставшуюся сумму. Сделать это можно несколькими бокалы, разбросанные по шкафам и так далее, выполнив парочку заданий какого-то лысого ул***ка целыми днями сидящего на заборе, делая ставки на улиточные бега, выполняя квесты, которые появляются на досках объявлений, и, наконец, выполняя задания на игрушечной машинке, стоящей во дворе, типа, как это было в первых трехмерных гташках, только с поправкой на то, что здесь гонки на этой машинке это... это просто пи***ц, у меня нет нормативных слов, 2004 год, год выхода второй халфы, фар-края, дума третьего, и игры достань директора, которая даже не достань директора в оригинале, и это продавалось в магазинах, да еб***ь, видео это же пиво Вадика, какой-то студентки питерского универа выглядит в миллион раз лучше, ну, оно и вышло, правда, позже на 8 лет, но оно и не продается за деньги, этот шедевр в свободном доступе лежит на ютюбе на радость всем нам, что в холодильнике, не знаю, вот посмотрите, ой, ладно, давайте вернемся к игре, так как в игре напрямую затрагивается школьная тематика, то, разумеется, здесь существуют уроки, на которые Дерек, по идее, должен ходить, если кто-то из учителей заметит нас в учебное время разгуливающим по территории, то выпишет некий штраф, который постепенно снижается, если мы будем убирать территорию школы от мусора и если мы будем таки ходить на эти самые уроки и отвечать там правильно на вопросы, причем вопросы такие, что не ответить на них способен только ну совсем уж умственно неполноценный человек, без негатива к умственно неполноценным, ну, и видимо, сами разработчики тоже не могут ответить на них, хотя, знаете, чем дальше, тем больше у меня складывается ощущение, что эта игра это какой-то самый ранний билд и булли от рокстара ладно, разумеется, эта мысль это чистейший бред, хотя тут смотрите, здесь тоже есть миссии, это вышеупомянутые объявления и задания этого гопника на стене, причем один из квестов гопника это взорвать машину директора блядь, уму непостижимо, и он даст нам за это сто рублей никаких разбирательств, никаких последствий, просто блядь, сорвать машину директора и получить за это сотку, это ж просто еб***о можно, и ладно, еще и эта миссия, она-то хоть выполняется легко и без напрягов, но тут есть задание из объявлений, где нам потребуется на территории школы сбить развешанные кем-то гелевые шарики, я даже говорить не стану о том, что они сбиваются путем отправки в космос на какой-то ракете учеников школы, вся проблема в том, что к одному из шариков ни один из детей в принципе не подходит, это не баг даже, это еб***о дизайнеры и отсутствие хоть какого-то контроля качества, единственный выход, который я нашел это с помощью бага, привязать к себе в воздухе подбитого учителя и таская его за собой как воздушного змея, все-таки сбить этот шар, это просто апогей тупости, вот честно, я даже понятия не имею каким образом я в детстве это проходил и как все-таки получал хоть какое-то удовольствие, но в этой игре реально все очень плохо, из всего видео пожалуй это вообще худшая игра и главное мы же здесь вообще никого не достаем, как только сквозь пот и кровь необходимая сумма будет собрана, игра нам сразу покажет статичную картинку какого-то обоссанного алкаша у параши и пустит текст внизу экрана, где сообщит, что родители Дерека только не узнали с какими отметками тот закончил четверть. Блять, видимо молчал как партизан и складывается впечатление, что вот этот обоссанный алкаш на картинке это как раз Дерек в будущем и по делам. Главное, что раздрабы при этом видимо планировали сигвел, потому что последними словами относящимися к истории становится то, что малой жил-поживал спокойно, пока в следующей четверти в его жизни не произошел какой-то необычный поворот. Да только что это за поворот загадка, но вряд ли он заключается в том, что про Дерека сделали хуйню игру. А еще разработчики предлагают оставить отзыв об игре на своем сайте, как будто они сами не могут понять, что сделали хуйню, но увы, оставить отзыв мне не удалось, так как сайт ныне стал каким-то китайским говном и даже гугл-переводчик не в силах справиться с этим и приоткрыть завесу тайны во что же превратился макибэби.ком. Фух, не ожидал я, что ролик по подделкам на «Когда стать соседа» получится таким огромным. Надеюсь, что я не утомил вас всей этой информацией и смог сделать видос по столь печальным играм более-менее забавным. выставлять итоговые оценки я не стану, пусть каждый сделает выводы из всего, что увидел и услышал сам, но вряд ли хоть одна игра из всего этого списка получила бы выше шестерки, и то шестерка это еще неплохая оценка. Мне же остается теперь только сказать вам спасибо, что посмотрели этот ролик и пожелать вам успехов и крепкого здоровья. До встречи!